ЧАПЛИН ЧАПЛИН Ему было 24, он выступал на сцене в мюзик-холлах Англии с 10 лет. Макс Эмак нанял его на съемки из трупа Фреда Карно, когда Чаплин участвовал в американском турне, за 150 долларов в неделю. Это его третий фильм, второй из вышедших на экран, и первый, в котором Чаплин появился в бессмертном костюме бродяги. Чаплин всегда говорил, что импровизировал на месте, одеваясь в то, что находил на студии. В следующие три года Чаплин снимается в 62 короткометражках, 26 последних придумает и поставит сам. К 1917 году он становится, благодаря своему новому универсальному образу, величайшим кумиром комедии, которого знал мир. Фильмы были быстрыми, смешными, вроде бы обычными, но весьма сложными по структуре. Но кумир был в поиске сюжетов, которые раскроют его гений. Они придут к нему через несколько лет, медленно, часто болезненно. Среди всех треволнений, вызванных статусом самого известного человека в мире, он всегда жаждал делать больше. Чувствовал необходимость говорить с сердцами людей. И необходимость говорить от своего сердца. Например, про обесчеловечивание труда в новых временах. Или о надвигающейся угрозе фашизма, воплощенной в монстры, в котором наблюдалось опасное сходство с его любимым бродягой. В то же время он всегда стремился быть смешным, вызывать смех зрителей, их симпатию и восторг. Да, это самые простые чувства, но стремление завоевать их было всепоглощающим, и для юного еще Чаплина в фильме «Малыш» непостижимым. «Огни рампы», 1952 год. Через 22 года после фильма «Малыш» Чаплин снял «Огни рампы». Действие происходит в 1914 году, когда он снял первый фильм, и когда Первая мировая война разрушила эдвардианский мир, в котором он вырос и обрел первый успех. Это история о знаменитом комике, чья простая непосредственная связь со зрителями была утеряна. Филлис и Генри. Дрессированные блоки. Филлис, Генри. Филлис, Генри, прекратите. Что это вы делаете? Комикам иногда снится кошмар, будто они на сцене, пытаются рассмешить зрителей, смотрят в темный огромный зал, откуда не доносится ни звука. Потом он умолк и добавил, «Мне снится этот сон, снится снова и снова». Как и Кальверо, Чаплин потеряет своих зрителей. Наивные восторги его первых поклонников сменились упреками политического и морального характера. Жизнь и искусство Чарльза Чаплина. Часть первая. Билл Ирвин, актер Милл. Можно нарисовать карикатуру на Чаплина всего несколькими штрихами, и все узнают его. Графика его силуэта неподражаема. Образ составлен с умом, темные волосы, подкрашенные брови, усы, шляпа, ботинки с большими, загнутыми носами. Его позу всегда можно было узнать. В Бронксе, когда я занимался брейк-дансом, я часто встречал мальчика, который, возможно, не смог бы сказать, кто такой Чаплин, но свою походку он без сомнения перенял у Чаплина. Чаплин – наше культурное наследие, сознаем мы это или нет? Вечер в мюзик-холле, 1915 год. «Огнерамп» – не первый фильм Чаплина, где он обращается к своему прошлому, проведенному в мюзик-холлах. В 1915-м он воссоздал в кино популярный скетч «Птички». Чаплин боялся равнодушия публики, но не меньше боялся и ее непостоянства, воплощенного в этом герое. Публика в мюзик-холле трудная. Этот фильм лишь немного преувеличивает презрение, которое она вдруг высказывает. У Карна Чаплин играет такого же типа, который жаждет повелевать сцены не меньше самого Чаплина. Дэвид Томпсон, историк кино. Я помню исключительный случай из его автобиографии. Чаплину было пять или шесть лет, и его матери стало плохо на сцене. А его мать была актриса с некой репутацией. Из того, как он описывает это, ясно, что он не просто выручил ее, хотя и это, несомненно, он почти соперничал с матерью. И возникло впечатление, что игра на сцене эмоциональная суть этого человека. В театре у Чаплина появлялись поклонники, несколько сотен за много месяцев. Фильмы обеспечили ему многомиллионную публику всего за несколько недель. Его новая профессия, 1914 год. Но потребность в новом поприще была безжалостной и жестокой. Супружеская жизнь Мейбл, 1914 год. Маскарадная маска, 1914 год. Джеффри Вэнс, биограф Чаплина. В работе Чаплина для студии Кистоун значимы лишь отдельные моменты. Здесь еще не произошло его превращение в великого Чаплина. Намеки на будущий образ есть в тесте и динамите, где он делает пирожное и наматывает тесто на запястье. Такого никогда еще не было. Публику это очаровало. Эндрю Сарис, кинокритик, историк кино. В ранних фильмах Сеннета он начинает чувствовать свой образ, но не достигает его полного воплощения. Роберт Дауни-младший, актер. Это был один из самых ценных уроков Чаплина. Он показал полицейским из фильмов Кистоун, как можно не ломать копчик каждую третью неделю. Эти парни никогда не учились падать. Он преподал им уроки прыжков. Дэвид Робинсон, биограф Чаплина. Что примечательно, в картинах студии Кистоун, если вы внимательно посмотрите эти фильмы, то увидите, когда он начал ставить их, он начал учиться. Есть один прелестный фильм, не очень значимый, но Чаплин вдруг открыл, что можно монтировать, убрать кого-нибудь с экрана в одном кадре и снова показать в следующем. Джеффри Вэнс, биограф Чаплина. Студии стали заманивать его после прерванного романа Тилли. Это был супер-хит, первая полнометражная комедия. Там снималась великая звезда театра Мари Дресслер. Фильм был очень популярен. Режиссером прерванного романа Тилли был не Чаплин, а Сеннет, но Чаплина это не волновало. Он наслаждался работой с Мари Дресслер. И это вывело его на новый уровень. Так что после 35 фильмов он смог заявить Маку Сеннету «Все, что мне нужно для комедии, парк, полицейский и симпатичная девушка». Публика заметила Чаплина еще до фильма «Тилли». Он начинает сниматься на студии Джорджа Спура и Билли Андерсона Эссеной за 1250 долларов в неделю плюс бонус 10 тысяч долларов. В конце позапрошлого века в шоу-бизнесе было много бродяг. Комики, жонглеры, певцы. Чуждые публики среднего класса. Но в них не было чаплинского изящества, обаяния и его умения передавать даже мимолетную мысль через пантомиму. Его костюмы, грим превратили его в одновременно абстрактного и универсального персонажа. Геги могли быть грубоватыми, как этот удар по голове, но только Чаплин мог подарить своей жертве поцелуй злоб. Он обладал даром превратить простой предмет во что угодно. Пальмовый лист в виде зубной щетки – один из первых примеров. Джанин Бессингер, историк кино. Главное, что произошло с Чарли Чаплином на студии Эссеной – он смог экспериментировать со своим творчеством, что и сделало его подлинным художником. Все творческие находки он смог реализовать в 1915 году. Чаплин уходит на Эссеной снимать свой первый фильм, его новая работа, который стал своего рода пощечиной Кистоуну. Выдуманная студия называлась «Локстоун». И режиссер, которого сыграл Чарльз Инзли, имеет подозрительное сходство с Маком Сеннетом. «Женщина», 1915 год. Чаплин не всегда играл бродягу. «Женщина» – не первый фильм, где он предстал в женском платье. Здесь он дает нам понять, что ему нужно что-то еще. «Банк», 1915 год. Эдни от Чарли с любовью. А в «Банке» он преподносит розу главной героине. Это немного грустный момент. Потом наложение воображаемых картин. Говорящие «это все только сон». Работа, 1915 год. А в работе есть потрясающий момент, когда Чаплин один тянет на холм большую тележку, в которой сидит большой человек. Смотришь на это и думаешь, где мы? В фильме Ингмара Бергмана? «Ночь напролет», 1915 год. А в «Ночи напролет» мы видим потрясающий дуэт пьяных, которые будто говорят, «Мы напились, теперь главное не упасть». Он работает в паре с Беном Терпином. Они идеально подходят друг к другу. Теперь Чаплин может получить новую работу на новом месте, заявить о себе как о комике и пригласить другого комического актера, который идеально воплощает его замыслы. «У моря», 1915 год. «Я обожаю фильмы Эссены, потому что это стопроцентно уличные комедии. В фильме «У моря» Чаплин и его напарник борются на пляже, падают на общем плане вдалеке, одинокий купальщик забегает в воду, он понятия не имеет, что снимается кино. Люди в кадре живут своей жизнью и делают, что хотят». Открывая для себя возможности кино на студии «Эссены» в Калифорнии, Чаплин сделал еще одно открытие. Эдна Первиенс. Бывшая секретарша, она выглядела на экране не звездой, а обычной девушкой. Чаплин был очарован. Эдна снимется с ним в 35 фильмах. «В парке, 1915 год». А главное, она стала первой из трех великих любовей взрослого Чаплина. Эдна Первиенс, которая не была профессиональной актрисой, снимается в этих фильмах и прекрасно справляется со своими ролями. Она делает все, о чем ее просят. Безусловно, Чаплин ее уважал и относился к ней как к равной. «Бродяга, 1915 год». «Бродяга» начинается с появления Чаплина в костюме бродяги. Он один на пустой дороге, идет в развалочку. Это прототип Чарли Чаплина. Таким мы представляем себе Чаплина. Он достает метелочку, чтобы очиститься от пыли, поднятой проехавшей машиной. Потом камера приближается и показывает, как он чистит карман. Мы видим, что он полностью контролирует камеру. Этот фильм стал прототипом и в другом смысле. Несмотря на всю свою самоуверенность, «Бродяга» не покорит девушку. Она любит другого. Чаплин почти всегда проигрывает симпатичным, хорошо одетым соперникам. На этом строится его контакт со зрителем. В финале «Бродяги» герой, так и не забоевавший девушку, идет прочь от камеры по пустой дороге к горизонту. Вот где Чаплин как бы сливается с образом бродяги. Застегнутый в парке, 1915 год. В это же время Чаплин воссоединяется со своим любимым сводным братом, Сидни. Тот играет хозяина бара в этой комедии Сената. Приглядывайте за этим парнем. Чаплин помог ему подписать контракт со студией. Звезда английских мюзик-холлов в Сидни был отличным комиком на экране. Я опишу вам Сидни одной фразой. Чарли говорил о нем. Его никогда ничего не впечатляет. Не впечатлили люди в костюмах из компании Mutual Film Corporation. Сидни помог Чарли поднять гонорары до 10 тысяч долларов в неделю плюс бонус 150 тысяч при подписании договора. 12 фильмов студии Mutual 1916 и 1917 годов содержат первые воистину бессмертные гэги. Такие, как эпизод на эскалаторе в контролёре универмага. Мы иногда забываем о риске, на которой шли комики немого кино, стараясь рассмешить нас. Здесь нет страховочной сетки. Но этот рискованный эпизод только начало для Чаплина. Что действительно замечательно в его фильмах студии Mutual, так это то, что они становятся длиннее и сложнее, а сами комические трюки тоньше. Час по полуночи, 1916 год. У него был талант, невероятный талант. Он был супергероем. Он был самым обаятельным супергероем, на которого вам всегда хотелось смотреть. Час по полуночи. 18-минутный фильм, в котором человек пытается добраться до постели. Достаточно было бы взять хорошего актёра, и этим обычно ограничивались. А Чаплин делал это снова и снова, и каждый раз придумывал что-то новое. Потрясающе. Каток, 1916 год. В 80-е я много думал о Чаплине. Как-то разговаривал себя с продавцом в видеомагазине, и он сказал, «Вы можете поставить любой фильм на уличном мониторе, и люди пройдут мимо. Но они остановятся, если увидят Чаплина». Я думаю, когда ты идёшь по тротуару и видишь чёрно-белое изображение, а чёрно-белое изображение привлекает, видишь какое-то дрожание, абстрактное действие. Но когда останавливаешься, видишь даже не человека, а какое-то дикое, крутящееся существо. Как в фильме «Каток», где Чаплин и его прекрасный партнёр Эрик Кэмпбелл на коньках, и они вытворяют всякие штуки. Люди останавливаются и смотрят, как их кидает взад-вперёд, но при этом они сохраняют равновесие. В этом бешеном танце есть свой ритм, и он зеркало социального поведения. Дикие выходки, цивилизованные манеры и снова дикие выходки. Эндрю Сарис, кинокритик-историк. Чаплинский бродяга всегда следит за своей внешностью. Он никогда не бывает неряшливым и грязным. Он показывал, что у него есть социальные амбиции. В «Тихой улице» он играет условно освобождённого преступника, который становится необычным полицейским. В самом названии «Тихая улица» есть ассоциации с тем местом, где родился Чаплин. Это воспоминания о Южном Лондоне. Полиция не заглядывает на «Тихую улицу» и бродяга вынужден бороться с преступностью. Один против всех. Полицейский пытается усмирить толстяка и бьёт его дубинкой по голове снова, снова и снова. Всё бесполезно. Похоже на кошмар. Это как нахмар. А потом в доказательство своей силы толстяк сгибает фонарь и Чарли, пользуясь случаем, подкрадывается сзади, чтобы обезбредить его. Такой же Т-образный перекрёсток был на улице, где Чаплин жил в детстве. Этот пейзаж он использует во многих фильмах. Воспоминания о лондонском эстенде постоянно всплывают в его творчестве. Вуди Алленд, режиссёр, писатель, актёр. Это так же прекрасно, как много лет назад. Это поразительно. Поразительно коротко, и поэтому эти фильмы всегда будут смешными, даже через тысячу лет. В 1916-м пресса много писала о всёобщей национальной любви к Чаплину. Однако она не комментировала некоторые странные порывы, которые наблюдались за самим объектом этой любви. В нём была заметна утончённая женственная грациозность. И я думаю, что женщин больше всего привлекало это и его манера двигаться. У него часто появляется эта улыбочка. Не думаю, что он так улыбался в реальной жизни. Но ему нравилось это лёгкое движение головой, оно казалось ему соблазнительным. Я не уверен, что женщины так делают. Конечно, неискушённая Эдна так не делала. И тогда она во многом составляла его счастье. Никогда больше жизнь Чаплина не будет такой гармоничной, как в тот год работы на Мьючеллу. Они нежно любили друг друга. Чаплина в Эдне привлекали материнские черты и её светлая красота. Она была спокойной и безмятежной, в противоположность ему, требовательному и энергичному. Отношения Чарли с Эдной Первианс были очень интересными. Очевидно, Эдна много для него значила. Она была очаровательной женщиной, и, думаю, это приносило ему глубокое удовлетворение. Их связывало глубокое страстное чувство. Бродяга. Два или три года. Но женщины всегда ревновали его к работе. Когда он работал, у него ни на что не было времени. Каждая женщина в его жизни немного ревновала его к работе. И Эдна тоже. Она стала флиртовать с другим мужчиной, а для Чарли это было слишком. У них ещё всё было хорошо, когда Чарли снимал «Имигранта» в 1917. Фильм был в целом смешным и в то же время одним из самых сложных к тому времени. Чаплин с сочувствием затрагивает тему, которая волновала Америку много лет – волна европейских иммигрантов из низших слоёв. В каком ещё фильме того времени половина действия происходит на корабле с иммигрантами? Конечно, это комический взгляд на происходящее. И всё же это фильм про иммиграцию. В то же время это была невинная романтичная история. Реакция была такой «Нам не нравится эта беготня за девушкой, все эти страдания. Нам не нравится такой Чаплин. Нам нравится Чаплин из ранних короткометражек». То же самое говорили и про Вуди Аллена. Джонни Депп, актёр. Этот герой ассоциируется с бродягой, маленьким бродягой. Он такой же трогательный, невинный, чистый. Но в нём есть и другая сторона. Помню, как недавно пересматривал иммигранта и снова был поражён. Чаплин играет в карты. Он одалживает парню денег и тот даёт ему в залог пистолет. Когда Чаплин выигрывает, парень приходит в бешенство. Вдруг Чаплин наставляет на него пистолет и смотрит таким взглядом. Одна секунда и он снова простой, добрый, малый. Он всегда подразнил власть, хотя благовоспитанная Америка порой выказывала недовольство его анархическими порывами. По-моему, мы потеряли способность ждать. Мы хотим, чтобы всё происходило немедленно, а Чаплин растягивал Гэг, смаковал его. Даже если ты знаешь, чем всё закончится, это уморительно смешно. Голодный бродяга идёт мимо ресторана, смотрит на дверь и думает, вот бы выйти туда и пообедать. Он поднимает монетку с тротуара, кладёт в карман, идёт к ресторану. Динь! Она падает на асфальт. Он входит, обедает. Входит какой-то парень с монетой, которую он уронил. Это продолжается семь или восемь минут, а вы не можете оторвать от него глаз. Для полнометражного фильма недостаточно просто вызвать смех. В полнометражном фильме должна быть некая эмоциональная струна. Чаплин называл его своей любимой двухчастёвкой. В одной из своих последних книг он написал, что иммигрант тронул его больше всех его фильмов. Ему особенно нравился финал, когда двое молодых иммигрантов женятся в грустный дождливый день. И я предпочитаю более длинные, более амбициозные фильмы Чаплина и его самым смешным ранним картинам. Комедийный приём, когда одна вещь выступает в роли другой, не нов для Чаплина, но он им владеет виртуозно. В лавке ростовщика есть прекрасный тому пример. Чаплина, помощника ростовщика, просит посмотреть будильник, и, конечно, Чаплин тут же превращается во врача, а будильник в пациента. На протяжении всего творческого пути Чаплина этот дар превращать один предмет в другой остаётся ключевой составляющей его комического таланта. Эти трансформации, бесконечные манипуляции нашими представлениями о реальности были созвучны современности с её постоянно изменяющимися критериями. Идея трансформации возникла в самом начале, не зная, откуда она взялась. Очевидно, что во всём, на что он смотрел, он видел что-то ещё. Мой любимый эпизод, когда он должен передвинуть множество стульев, и, взгромоздив их себе на спину, вдруг превращается в ёжика. Это просто великолепно. Майкл Чаплин, сын Чарли Чаплина. Он умел оживлять предметы, что-то статичное и неодушевлённое обретало в его руках характер и движение. И это, конечно, величайший дар. Чаплин, будучи консерватором, отрицал свою причастность к сюрреализму, но сам того не сознавая, олицетворял его в своём творчестве. Кому бы ещё пришло в голову превратить массаж в соревнование по борьбе? Или пожарный насос в кофеварку для капучино? Всё твёрдое превращается в воздух, писал Карл Маркс. У Чаплина всё, что кажется твёрдым, превращается во что угодно. Из множества его дарований это одно из самых чарующих. Изысканные наблюдения воплощаются в игривые, непосредственные действия. Скептик Сидни был одним из лучших партнёров Чарли и к тому же отличным бизнесменом. После года работы у Мьючелл, Чаплин получил заманчивые предложения от студии Херст Нэшнл. В то время у Чаплина была чёткая цель. Его попросили приехать в Нью-Йорк и обсудить договор. Он сел в поезд вместе с Сидни, который должен был представлять его на переговорах. Чарли сказал Сидни, Сидни, иди поговори с ними, ты знаешь, я хочу миллион долларов. Сидни сказал, ладно, но если ты собираешься играть на своей скрипке, играй в ванной, потому что это ужасно. Чарли отправился в ванну и, стоя в ванне без воды, играл на скрипке, чтобы успокоиться. А Сидни ушёл. Вернувшись, он сказал, Чарли, они предлагают пятьсот тысяч долларов. Чарли ответил, не может быть и речи. Иди обратно. Сидни ушёл. Шестьсот тысяч долларов. Иди обратно. Он ушёл, наконец вернулся и сказал Чарли, они согласны на семьсот пятьдесят тысяч долларов и ни цента больше. Чарли поклонился и сказал, передай им, я художник. Я ничего не понимаю в деньгах. Я только знаю, что хочу миллион долларов. Сидни ушёл, потом прибежал обратно и сказал, Чарли, выкини свою скрипку, купи виолончель, миллион у тебя в кармане. Почти сразу же Чарлин начал строить собственную студию среди цитрусовых деревьев в Ла Бреа Авеню. Мечта сбылась. Его собственная студия. Чарлин снял этот эпизод для рекламной короткометражки. Студия его мечты обрела фасад лондонских особняков, воплотив все представления о роскоши у английского бедняка. Старая английская деревня. Подумать только, всего за три года 28-летний Чарльз Спенсер Чарлин стал миллионером и одним из самых знаменитых людей в мире. Важнее всего для него то, что Ферст Нэшн гарантирует ему полный контроль над своими фильмами и жизнью. Для всю историю кино не случалось более стремительного взлета. Он здесь! Он должен был разыгрывать перед ними их роль. Он лучше всех знал, что ему нужно от актера. А лучший способ объяснить это показать. Не думаю, что это сильно отличалось от того, что делали режиссеры в английских мюзик-фоллах. Это обычная практика, о которой Чаплин знал не понаслышке. Актер в то же время режиссер. Чаплин не отличался красноречием. Он был кокни, и думаю, у него были трудности с подбором слов, особенно в юности. Самый простой способ объяснить кому-то, как что-то сделать, это просто показать. А никто не умел показывать лучше, чем Чаплин. У него была своя студия, своя команда. Он мог работать столько, сколько захочет. Это то, чего он хотел. Чаплин не использовал первый дубль. Он делал не два, и не три дубля, а двадцать, чтобы добиться нужного результата. Так до него не работал никто. Итак, весной 1918-го Америка вступила в Первую мировую войну. Чаплин и другие великие кинозвезды Мэри Питфорд и Дуглас Фербенкс отправились в турне, чтобы продавать облигации свободы. Это была первая публичная демонстрация беспрецедентной власти кинозвезд. Куда бы они ни приехали, их встречали ликующие толпы. Были проданы облигации на миллионы долларов. Это турне было особенно важно для Чаплин. Он подвергся первой серьезной критике в своей жизни за то, что не вступил в английскую армию. Обвинения исходили от прессы, которая хотела спровоцировать скандал. Чаплин заявлял о своей готовности пойти на военную службу, но британское правительство знало, что он несравненно полезнее в тылу. Турне по продаже облигаций это доказало. Но это был первый из тех конфликтов, которые будут отравлять его жизнь и время от времени занимать доминирующее положение. Облигация, 1918-й год. Позже, в том же году, Чаплин снял короткометражку, предваряющую другое турне для продажи облигаций, Сей Чаплин играл несчастного кайзера. На плечо, 1918-й год. Его самое длинное военное произведение, фильм На плечо, бродяга военной форме. Он всегда был храбрым, маленьким человеком, но никогда не оказывался в таких трагических обстоятельствах. Он рвался в бой, даже слишком. Чаплин начал работу над фильмом на плечо во время Первой мировой войны. И многие в Голливуде убеждали его не делать этого, но Чаплин их не слушал, доверяя своему чутью художника. И он тоже сомневался, сомневался в успехе, но когда фильм вышел на экран, то стал настоящим хитом. Он оказался одним из самых популярных фильмов времен Первой мировой войны. Картина вышла за несколько недель до перемирия, поэтому не повлияла на моральный дух. Но она стала особенно популярной, когда вернулись пехотинцы. Они увидели в ней весь смехотворный абсурд окопной войны. Задержав большую группу врагов, Бродяга становится знаменитым героем. Но обращение с ним офицера-аристократа объединяет его с простым народом по обе стороны фронта. Как вы задержали 13 человек? Я их окружил. Не то, чтобы Бродяга извлекает выгодность своей славы, это противоречило бы его характеру. Но Бродяги позволили немного поухаживать за Эдной. Я американский солдат. В реальной жизни их роман подходил к концу, но Эдна относилась к этому мужественно. Он любил молоденькие девушек. Действительно так, чем моложе, тем лучше. Он видел в них чистоту, невинность, юность, красоту. Он был романтиком. Он и женился на девушках в 16-17 лет. Да, они прекрасно выглядели, но дома, в повседневной жизни они не были полноценными партнерами. Чаплин познакомился с Мелдит Харрис, юной 16-летней актрисой, когда снимал фильм на плечо. Во время съемок фильма «Рай для дураков» с Эсси Лаздамиля, она солгала ему, что беременна, и он женился на ней через три дня после выхода фильма. Они никогда не были счастливы вместе, и большинству зрителей не понравилось, что Чаплин женился на такой молоденькой девушке. Однако летом 1919-го она родила ребенка, который умер через три дня. Проблемы в личной жизни повлекли за собой паузу в творчестве Чаплина. Замечательно, что Чаплин всегда делал то, что хотел, и на свои собственные деньги. Он добивался желаемого снова, снова и снова, пока не получал то, что нужно. Он был кубриком до кубрика, но кубрик снимал не на свои деньги. День развлечений, 1919-й год. Этот маниакальный подход, у меня есть видение, хотя я пока ничего не вижу, но пойму, когда увижу, узнаю, когда увижу, давайте снимать целый год. И это не преувеличение, пока не добьемся идеала. Безумие. Возможно, оправданное безумие. Начиная, заканчивая, и снова начиная серьезные проекты, Чаплин собрал этот фильм День развлечений из старого и нового материала, чтобы удовлетворить требования компании First Nation, которая настойчиво требовала от него картину для выпуска в прокат. Не знаю, кому пришло в голову использовать эту карточку для титров, но Чаплин использует ее блестяще. Семья едет в автомобиле, автомобиль мотает из стороны в сторону, кто-то решил, что нужно повесить табличку с надписью «Смола». Одно слово – «Смола». А потом мы видим людей, которые завязли в смоле. Это старая шутка. Ноги, прилипшие к земле, которую Чаплин великолепно обыгрывает просто великолепно. Более всего его занимал фильм «Малыш». Он увидел замечательного Джеки Кугана в Варифе, заключил с ним контракт, затем появился с ним перед владельцами кинотеатров, рекламируя свою незаконченную мечту. Жизнь непредсказуема. Невозможно сесть и написать, «Мы сделаем то-то и то-то, и получится гэк». Сделать это и надеяться, что выйдет смешно. На самом деле были недели и месяцы, когда у него просто не было вдохновения. Все просто сидели в студии, а он приходил или не приходил, но ничего не происходило. Так было в частности перед тем, как он начал работу над малышом. Милдрид Харрис подала на развод в 1920-м. Ее адвокаты угрожали арестовать негатив. Чаплин улетел заканчивать монтаж малыша в Солт-Лейк-Сити. Чаплин был жадным до женщин. Они появлялись и исчезали в невероятных количествах. А при таком образе жизни рано или поздно неизбежны проблемы. Появляются женщины, слишком юные женщины, у которых опасные матери или опасные адвокаты. Лишь через полтора года Чаплин наконец отдал негатив малыша дистрибьюторам. Ожидание себя оправдало. Это был шедевр и огромный шаг вперед для Чаплина. Малыш, 1921 год. В начале фильма Чаплин пытается избавиться от брошенного ребенка. Ричард Аттенборо, режиссер фильма Чаплин. Он создал фильм «Малыш», правдивый, трогательный. Это просто чудо. Бродяга связан этим ребенком. Он не знает, что с ним делать. В фильме есть очень жесткий момент, когда бродяга сидит на тротуаре с ребенком на руках и видит люк. Он поднимает его крышку. Зачем он это делает? Он собирается бросить туда ребенка? У него в голове проносятся разные мысли, и он транслирует их публике. Это ваш? Как его зовут? Это очень смелый фильм во многих отношениях. Идея совместить комедию и драму была новой, и многие интеллектуалы говорили, что это невозможно. Джан. Что одна из составляющих не сработает. А сцены, которые он разыгрывал с Джеки – чудеснейший пример киноискусства и человеческих отношений. Положи четвертак в счетчик. Джеки Куган в этом фильме был настоящей звездой, потому что был очень податливым. Он был идеальным актером для Чаплина. Он повторял все, что Чаплин показывал ему. Например, воровал четвертаке из счетчика. Малыш – самый автобиографичный фильм Чаплин. Он скитался по улицам Лондона, мечтал об отце, который его бросил. Он был нежно привязан к своей бедной матери, пока она не сошла с ума. Ему были знакомы все чувства, которые испытывал малыш. В автобиографии Чаплин рассказывает, что в детстве он часто болел. А его мать сидела у окна, пока он лежал в кровати и описывала ему все, что происходило на улице. Имитировала происходящее, говоря, вот идет мужчина, и изображала мужчину, а вот мальчик и женщина, и рассказывала ему историю о тех, кого видела. Чарли увезли от матери в работный дом Ламбетт, когда ему было 7 лет. Его и Сидни разлучили с матерью. Это так ужасно. И отправили в работный дом. Он знает, каково это, когда тебя вырывают из семьи. Почему? Его мать была душевно больной, отец исчез, братья были очень бедны. Чарльз Чаплин старший был ведущим актером, пока не спился. Всю жизнь его сын ненавидел алкоголь. Они оказались на самом дне, откуда единственным выходом был работный дом, место для никому не нужных сирот. От него осталось немного. А то, что осталось, покрыто 100-летней лондонской сажей. Став звездой, Чаплин оплачивал содержание матери в чехиатрической больнице, а потом привез ее в Америку. Но он избегал ее. Обоих его родителей погубили некие иррациональные силы, которых он страшно боялся. Однако еще во время действия контракта с First National Чаплин вместе с Дэвидом Гриффитом, Мэри Пикфорд и Дугасом Фербрингсом основали компанию United Artists. Теперь они полностью будут владеть своими фильмами. Этот план возник в турне по продаже облигаций. Вечный исполнитель Чаплин облачился в свой костюм и грим для съемок хроники. Несмотря на эти нежные жесты, Чаплин и Пикфорд мало общались друг с другом. Но ее муж, атлетически сложенный, Дуг Фербрингс, был самым близким другом Чаплина, который всегда поддерживал его. Дуг и Мэри проводили Чаплина в Лондон в 1921 году. Это было его первое путешествие домой с тех пор, как он уехал в турне с Карно в 1912 году. Отправившись в Плауни, Чаплин не представлял, что его ждет на родине. Пока Олимпик плыл на восток, Чаплин руководил конкурсом на своего лучшего подражателя. В то время в Америке проходили сотни подобных конкурсов. Один из победителей 60-летний Милтон Берл. Олимпик причалил в Саутгемптоне 9 сентября. Его никогда не приветствовали такие толпы, разве что в разгар турне по продаже облигации. Пока эти толпы не пришли встречать Чаплина, никто и не представлял, насколько статус звезды поднимает ставки в игре знаменитостей. Как это повлияло на него? Думаю, он всегда боролся за свою целостность. И его борьба в основном была борьбой с собой за то, чтобы сохранить человечность при такой невероятной славе. Сохранить человечность это главная проблема знаменитостей. До конца своей жизни, даже будучи стариком в изгнании, Чаплин сталкивается с массовым обожанием, как только оказывается на публике. Это воздействует на человека. Чаплин ускользнул из отеля, чтобы посетить места своего детства. Он это делал всегда, когда возвращался в Лондон. Его друг писатель Томас Берг как-то сказал о Чаплине. Он нуждался в Лондоне, как актер нуждается в сценарии. Этот паб был основан его дядей. Здесь он наблюдал за старым слугой Рами Бэнксон, который прогуливался той походкой, которая стала самой известной приметой бродяги. Он посещал скромные квартиры, где жил с матерью и братом. А здесь была фабрика маринадов. Этот запах еще долго будет преследовать его. Чаплины жили прямо около нее, на этой улочке. Парижанка, 1923 год. Чаплина бурно приветствовали в Париже и Берлине, где он познакомился с декадентской аристократической жизнью. Самый богатый холостяк в Париже. Он возвращается в Америку с желанием перенести ее на экран. Еще Чаплин хотел дать Эдне великую роль, которая помогла бы ей построить карьеру независимо от него. Когда Парижанка вышла на экраны, она получила наибольшее количество рецензий из всех немых фильмов. Критики писали, что фильм великолепен, а зрители его не смотрели. Это был первый провал Чаплина, обусловленный тем, что он сам не играл в фильме. Это был колоссальный просчет, выпускать фильм Чаплина без Чаплина. Думаю, на это было две причины. Первая, то, что он жаждал помочь Эдне построить карьеру драматической актрисы. И, конечно, она бы привлекала больше внимания, когда его не было рядом. Если в фильме есть Чаплин, все смотрят только на Чаплина. Также я думаю, что он хотел испытать себя, посмотреть, может ли он создать драматический фильм, не снимаясь в нем. Он снялся в крохотном эпизоде. Он грузчик, просто несет ящик. Но иногда рецензенты даже не знали, что это Чаплин, и все же выделяли этот комический эпизод. Наверное, фильм имел бы больше успех, если бы там не стояло имя Чаплина. Мартин Скорсезе, кинорежиссер. Вы чувствуете, когда вас ограничивают, говоря, вам нужно делать только это. и все. Трюфели в шампанском. Мы будем смотреть твой фильм, только если ты в нем сыграешь. Плевать, насколько красиво ты его снял. Плевать на изысканность декораций. Нужна деталь, и надо плясать от этой детали. В парижанке мы видим детали, и всегда говорят, все в деталях. Это банальность, но это правда. Например, эпизод на кухне. Он посвящен запаху. Зачем нужен этот эпизод на кухне? Чтобы зритель ощутил, как живут эти люди. Посмотрите на ее спальню, или на эту вечеринку, или на эту женщину. Это же потрясающе. В следующем кадре мужчина. Лента наматывается слева направо, на него атмосфера декаденства, эротизма в этом фильме очень сильна. Только посмотрите на этот момент. У меня просто мурашки по коже. Прекрасный эпизод «Художник приходит на вечеринку». Летают шарики, девушки танцуют. Адольф Минжу приглашает его присесть, и со всей элегантностью Минжу дает ему прикурить, он дает прикурить художнику. Посмотрите, как они играют. Все очень тонко. Присмотритесь к этому эпизоду, он выглядит современным, очень естественным, ничего преувеличенного. Вот основной треугольник. Жан, профессиональный художник, который бросил Мари, Пьер, парижский декадент, который сейчас с ней. Еще одна удивительная сцена, когда художник говорит своей матери, что это был просто момент слабости. Просто момент слабости, и она входит и слышит это. И по ее неподвижной спине мы видим реакцию. Героиня не двигается, и камера не приближается к ней, но вы чувствуете ее переживание. Она долго не оборачивается. Возможно, ты прав. Это момент слабости. Другой режиссер так бы не снял, в этом нет сомнений. Это очень сильно. А потом он рассказывает историю в картинках. Например, есть эпизод, когда художник стоит под фонарем. Их любовь снова разгорелась, но художник слабоводен и управляет неодобряющий их союз мать. Он все еще на улице, мадам. Далее постепенное затемнение, и вы знаете, что произойдет. Дело принимает трагический оборот, но Чаплин на этом не останавливается. лицо героя медленно затемняется и еще немного светится, а затем следует серия других эпизодов. Эдна в постели, мать, и вы понимаете, что теперь все на месте, и мы близки к финальной сцене. Во всем есть какое-то ужасающее спокойствие, ведь вы знаете, что все закончится плохо. Все очень объективно, все расставлены по вестам, а потом наступает момент, когда мать берет пистолет и превращается в какую-то героиню мифа. Вся в черном, в черной вуале, одежда развивается по ветру. Жан убил себя. Мать хочет отомстить за него, но увидев рыдающей над ним Мари, она смягчается. Кажется, что мать убьет Мари, но нет, крупного плана нет, но момент очень трогательный. Барижанка на большом экране очень сильное зрелище. Фильм завершается великой иронией. Кстати, что стало с Мари Сен-Клэр? Пьер это не трогает. Возможно, он не знает о случившейся трагедии. Мари и мать Жанна посвящают себя детскому приюту. Мари и Пьер проходят, не заметив друг друга. Еще один Чаплинский финал на пустынной дороге, но без веселого бродяги. С 1915 года публика была в полном восторге от образа Чаплина. Его копировали в мультфильмах и на страницах комиксов. Можно было купить игрушку с Чаплином. Бродяга был везде и повсюду. Куда бы вы ни посмотрели, видели его доброго, чудаковатого бродяжку. Это был первый мультимедийный и растиражированный образ. В то время Чаплин просто наслаждался своей славой. Все, кто что-то из себя представлял, навещали студию Чаплина, оказавшись в Лос-Анджелесе. Он всегда был в образе. Камера всегда была включена. Он обожал роль бродяги, но не меньше роль мировой знаменитости. Томас Берг говорил, Чаплин живет только в роли, без нее он потерян. Но он также был великим паном, знаменитым или печально знаменитым любителем женщин. Думаю, момент влюбленности для Чаплина был главным. В его фильмах есть моменты, когда он видит девушку и теряет голову. Думаю, так происходило и в реальной жизни, что чудесно, романтично, очаровательно, за исключением того, что это происходит 3-4 раза в день, и женщин становится слишком много. В фильме Кинга Видера актера юмор заключается в том, что самого известного человека в мире не узнают в реальной жизни. равнодушная девушка Мэрион Дэвис, любовница Уильяма Рэндолфа Хёрста, а также одна из возлюбленных Чаплина. Кто этот человечек? Чарли Чаплин. Она влюбилась, как и многие, и часто на беду Чаплина. Соблазни его. Он встретил Литу Грей, когда ей было 12. Она играла ангела в его малыше. Она вновь возникла в его жизни в 15 лет, когда он снимал золотую лихорадку. Эпизод «Сына в жизни малыш» невероятно символичен. Она пришла на студию, Чаплин сделал пробу и пригласил ее на главную роль в золотой лихорадке. Лита боготворила Чаплина, а Чаплина интересовали юные девушки. Ему нравилось, как они расцветают. Как сказала Лита, у него была страсть к девственницам. Они поженились в ноябре 1924-го. Она была беременна их первым ребенком, когда Чаплин отправился с группой в траки в городок в горах Калифорнии. Он уже знал, что беременную Литу нужно заменить. Их ребенок родился в мае 1925-го. Милаш Форман кинорежиссер. Чаплин прекрасно знал, что показать зрителям. Когда он снимает фильмы о среде, которую мы все знаем по повседневной жизни, он не показывает много. Но в золотой лихорадке другое дело. Кто был на Аляске и в Клондайке, кто все это видел? Он знал, это нужно показать. Золотая лихорадка, 1925-й год. В траке Чаплин снял самые великолепные сцены в своей карьере. Он нанял 600 статистов. Любопытно, что режиссер, известный многократными дублями, снял всю сцену за один день. Но в траке суровый, капризный климат. Чаплину пришлось подгонять натурные съемки в студийном. Золотой лихорадкой восхищались и критики, и зрители. Но некоторые журналисты бросили упрек, который прозвучит громче в будущем. Чаплин старомоден и не идет в ногу с кинотехнологиями. Но бродяга не менялся. Тот же оптимист, тот же охотник за удачей, не замечающий хотя бы в начале грозящей ему опасности. Таков же был и Чаплин, убежденный кинопурист. По золотой лихорадке понятно, что он уже легенда. Конечно, ведь бродяга может гулять по обрыву ледяной горы без пальто. Надежда снять золотую лихорадку на натуре была похоронена в снегах траки. Чаплин был ужасно расстроен. И он, потратив много денег, провел большую часть съемок в Лос-Анджелесе. Даже знаменитый Гэг с цыпленком пришлось переснять там. только в одном эпизоде снимали дублера. Казалось бы, можно одеть дублера в костюм цыпленка, цыплята похожи друг на друга. Это не так. Видно, что это дублер. Он двигается не как цыпленок, не как Чарли в роли цыпленка. Шахтеры голодают. Они так голодны, что у Мака Свейна начинаются галлюцинации. Кто может сравниться с Чаплином в искусстве имитировать животных? Его способность без слов передавать мысы, даже птичью мысы, вдохновила юного Ричарда Аттенбору. Он был способен передавать самые невероятные мысли, путаницу мыслей, оттенки и реакции всем телом, не только мимикой. Мне это даже никогда в голову не приходило. И вдруг появился кто-то, кто не только полностью приковал мое внимание, но заставил меня плакать и смеяться. Он обращался со мной как с фигурой на экране. Я подумал, что ничего чудеснее в жизни не видел. И в этот момент я решил, что хочу быть актером. Если я могу делать со зрителями то же, что он, я хочу быть актером. Так возникла моя любовь к нему. Бродяга, как всегда, был чудаком. Особенно, когда дело касалось любви. Казалось, что он никогда не получит девушку. Или девушка никогда не получит его. Джорджия Хелл заменила в фильме Литу Грей. И в жизни у Чарли, разумеется, возник с ней роман. Разрыв между образом бродяги и мировым успехом самого Чаплина никто особенно не замечал. Кроме самого Чаплина, который однажды с горечью заметил, что разбогател, играя беднейшего из людей. Джонни Депп копировал один из самых знаменитых эпизодов «Золотой лихорадки» в фильме «Бенни и Джун». Я лучше потанцую с булочками. Этот танец булочек на первый взгляд кажется очень простым, но он такой трудный. Я имею в виду координацию, которая была у Чаплина. Он делал это естественно, без напряжения. Мне понадобилось три недели постоянных тренировок, чтобы это повторить. Важно не только это, важны движения, голова Чаплина, его взгляды, боковые взгляды, взгляды искоса. «Золотая лихорадка» — единственный фильм, в котором бродяга становится миллионером. Возможно, Чаплин провел параллель со своим собственным стремительным взлетом. Через шесть лет после создания студии «Юнайтед Артистс» Чаплин, наконец, порадовал своих партнеров хитом. В это время Лейта, которую видели с ним на премьере, родила второго сына Сидни. Но их брак не был успешным. Цирк, 1928 год. С цирком, возможно, самым смешным из фильмов Чаплина, тоже возникли проблемы. Работа над ним сопровождалась невероятными трудностями. Марсель Марсо Мим. Это было в 28-м году. Мне было шесть лет, и я увидел фильм. Наверное, это был цирк. Я был потрясен. Я хохотал и не мог оторваться, хотя мне было всего шесть лет. А потом я начал имитировать Чаплина. Я украл у отца котелок, брюки, нарисовал чернилами усы и изображал Чаплина. Давай же, стань смешным. В этой картине Чаплин обращается к самоанализу. Это его первое исследование собственного искусства. Искусство быть смешным. Когда он старается быть смешным, он не смешон. Когда не старается, смешон. В сцене также содержатся комментарии по поводу его старомодности. Это ужасно. Трюки, которые не срабатывают в 1927-м, срабатывали у него 10 лет назад. Клоуна в этом эпизоде играет Генри Бергланд, работавший с Чаплином десятки лет. Он воплощает клоунаду в классическом стиле комедии Дель Арте. Чаплин воплощает более натуралистичный вариант. Он, конечно, не избегает преувеличений, но в нем есть что-то реальное, то, что срабатывает в кино самым реалистическом из искусств. Он прекрасно чувствовал ритм. Он точно знал, когда от одного Гэга перейти к другому или сделать что-то совершенно противоположное. Его Гэги всегда рассказывают что-то новое о героях, какую-то новую историю или новый сюжет. В цирке Чаплин окружен огромным количеством животных, которые невольно унижают его достоинства. Он действительно настолько освоил киноискусство, что этого даже не видно. Не трогай эту кнопку! Ничего не бросается в глаза. Все просто происходит самым естественным образом. Цирк это просто прекрасно. Шутки и их исполнение блестяще и совершенно не перенасыщены привязками ко времени. Социальные идеи и пародии на нравы были во все времена. Все так прекрасно сделано и выглядит очень свежо. Другой пример фильм «Поющий под дождем». Он будет таким же современным и через 500 лет, как и в день, когда он вышел. Иногда его гаги очень банальны. Иногда они так знакомы, как эта ловушка. Но только Чаплину могла прийти в голову ужасная логика лающая собака, грозящая разбудить спящего льва. Очевидно, что нескончаемые трудности бродяги на экране отражают трудности, которые преодолевал Чаплин, чтобы закончить цирк. Цирк даже не упоминается в его автобиографии. Во-первых, чудо, что этот фильм был завершен, потому что с ним произошли все катастрофы, какие только возможны. Все декорации уничтожил пожар, а что не уничтожил пожар, уничтожили пожарные. Потом последовал самый скандальный ужасный развод. Пришлось отложить съемки на 9 месяцев, потому что его жена подала на развод, и это было так отвратительно, что он боялся, как бы она не выкрала пленку, и ему пришлось спрятать фильм. Заявление элиты на развод заняло 42 страницы и было призвано уничтожить Чаплина. Она называла имена его любовность, рассказывала о сексуальных предпочтениях. Это заявление стало подпольным бестселлером. Сидни Чаплин сын Чарли Чаплина. Развод был отвратительным. Один из этих голливудских разводов. Моя мать получила много денег. Им больше не о чем было говорить. Чаплин не появился в суде. Он бросил деньги Литте. Это была рекордная бракоразводная сумма в американской истории на тот момент. Благодаря его популярности грязь, которой она его полила, прилипла к ней. Эти события чуть не погубили Чаплина. Он улетел в Нью-Йорк, где были сняты эти фотографии. Там с ним случился нервный срыв. У него был роман с исполнительницей главной женской роли, лучшей подругой его жены. Наверное, поэтому он никогда не называл цирк в числе своих любимых фильмов. Это была Мирна Кеннеди. В фильме она любит Рекса. Его новые амбиции. Чтобы впечатлить ее, бродяга решает превзойти Рекса. Я всегда благоговею перед ним, и восхищаюсь его талантом создавать историю и тем, как он подчиняет все этой истории. Я понимаю, что мое восприятие слишком грубое. Когда думаю о цирке и об этом эпизоде на канате, когда обезьянка карабкается ему на голову, это кино для меня. Зачем вы это делаете? Я пройду по канату вместо него. Вы убьетесь. О нет, волшебство защитит меня. Папа говорил, что у него есть замысел поместить бродягу в такую ситуацию, из которой он не сможет выбраться. Комедия это часто ситуация кошмара. И это был кошмар для человека на канате. Все не так. Он падает, его штаны падают, вокруг него скачут обезьяны и еще кусают за нос. Замысел возник из этой ситуации кошмара. Смотрите, Комедия Надо заметить, это лучшая в мире шутка с банановой кожурой. Финальная сцена фильма – прекрасная сцена с лошадьми, чудесными вагонами, пылью, светом. Он переснимал ее множество раз, а потом посмотрел пленку в 3 часа утра и сказал, «Нет, шляпа плохо сидит, нужно переснять». Огни большого города, последний из шедевров Чаплина, который был полностью понят и принят публикой. Беспечный сон бродяги на коленях памятника истеблишменту – величайший из его появлений в фильме. В картине звучала музыка и невнятная речь, но по сути своей он был немым. Вуди Аллен, режиссер, актер, писатель. Я часто говорю, что намного труднее быть говорящим комиком на экране, чем молчаливым. И всегда привожу в пример разницу между шахматами и шашками. Шашки – это пример молчаливого комика. Можно придумать шутки, отработать их и выполнить. Но как только вы начинаете говорить, вы вторгаетесь в другую реальность. Более сложную, и требования здесь совсем другие. И все же законы немой комедии не так уж просты, особенно для Чаплина. В отличие от своих конкурентов, Китона и Ллойда, он все делал сам. Никогда не нанимал сценаристов, чтобы они придумывали ему гэги. Он всегда отрабатывал эпизоды на многочисленных репетициях, как здесь. Потом, снимая дубль за дублем, он совершенствовал их. Эндрю Сарис, кинокритик-историк. Для полнометражного фильма одной комедии мало. Поэтому Чаплин вносит романтические и сентиментальные элементы. Когда я посмотрел «Огни большого города», я понял, какой он глубокий режиссер. Потому что этот фильм рассказал о любви больше, чем множество серьезных исследований, посвященных этой непростой теме. Вы подняли, сэр? Этот фильм оставляет ощущение настоящей любви. Вы видите, что он чувствует к девушке, и на что он готов ради нее. Она не может его видеть, но может чувствовать эту любовь. Она понятия не имеет, что ее жизнь стала прекрасной благодаря какому-то неопрятному бродяге. Съемки были напряженными в основном из-за отношений Чаплина с неопытной исполнительницей главной роли Вирджинией Чаррилл. Майкл Чаплин, сын Чарли Чаплина. Со временем он стал включать в придуманные истории собственные чувства к женщинам, внимательнее вглядываться в себя. Думаю, это очень усложнило его работу. Это была великая внутренняя борьба. Он пытался добавить дополнительные измерения в свое творчество. Это была борьба ради поиска новых идей. Он всегда думал, что логично. Этот гаг логичен? Уместен ли он? Так было с огнями большого города. Он месяцами обдумывал каждую деталь, чтобы она выглядела достоверной, логичной. Вот пример. Как заставить слепую девушку принять своего благодетеля за богатого человека? Подождите сдачу, сэр. С помощью хлопка двери, лимузина и шума, отъезжающего авто. Это ассоциируется с богатством. Мартин Скорсезо, кинорежиссер. Обожаю его игру с сентиментальностью. Как он заставляет вас стать сентиментальным. Особенно сцену, когда он влюбленно смотрит на нее у фонтанчика. Такой сентиментальный момент, и вдруг она брызгает воду ему в лицо, и какая у него реакция. Блестящая дополнительная сюжетная линия. Миллионер Генри Майерс, мирный, когда трезвый, и маниакальный самоубийца, когда выпьет. И, конечно, тут же парень, у которого много денег, его одолевают страсти, и он все время на грани самоубийства, потому что его чувства не востребованы в любви. Нет, я прекращу все это. Это такое интересное невербальное исследование чувств. До музыки только один шаг. По-моему, это его лучшая картина. Стремясь помочь девушке, он нашел работу. Титры говорят обо всем. Такая работа, как уборка улиц за животными, унизительна. Но мы понимаем, что Чаплин готов на все, чтобы помочь девушке. И тут же мы видим, возможно, лучшие из гэгов Чаплина. И тут же мы видим, что Чаплин готов на все, чтобы помочь девушке. И тут же мы видим, что Чаплин готов на все, чтобы помочь девушке. Меня очень впечатляет его актерский талант, потому что серьезные сцены фильма он тоже сыграл бесподобных. Блестяще. Сидни Чаплин, сын Чарли Чаплина. Мой самый любимый фильм из всех огней большого города. Я видел его 40 раз или больше. Он смешной, невероятно трогательный. А финал у меня просто неслов. Дыхание перехватывает, когда вспоминаю, как она узнает, что это он помог ей обрести зрение. Потрясающе. Прекрасная картина. Вы теперь видите? Бродяга втайне заплатил за операцию, которая вернула девушке зрение. Да, я теперь вижу. Через три дня после премьеры «Одней большого города» обессиленный Чаплин отправляется в мировое турне. Как всегда, его встречают толпы людей. Как всегда, перед ним открыты все двери. В Лондоне он встречается с Джорджем Бернардом Шоу, но для него важнее знакомство с Ганди. Экономическая депрессия углубляется, и Чаплин делится с Махатмой своими политическими и духовными приводами. Чаплин отправляется в Берлин, и, по словам многих, это был самый бурный прием за все времена. Но он был омрачен. Нацисты за два года до прихода к власти совершили на него отвратительные антисемитские нападки. Хотя Чаплин не был евреем, он ничего не отрицал. Он считал, что его отрицание косвенно поддержит антисемитизм. Сразу, по возвращению в Америку, он встретил Полет Гадар, вторую великую любовь. Би вырвен, актер Мим. До сих пор люди говорят, с ним было трудно в работе и в браке, он часто путал одно с другим. Так было и с Гадар. Он планировал снять ее в следующей картине. Бывшая танцовщица была веселым, приятным партнером. Одно из ее достижений – примирение Чаплина с его двумя сыновьями. Она была просто восхитительна. Я спал в ее постели до восьми лет. Потом отец сказал, все, тебе больше нельзя спать с полет. Я ответил, давай вместе спать с полет. Любимым отдыхом Чаплина был теннис. Здесь он собирается сыграть в благотворительном матче против Грауча Маркса. Он играл почти ежедневно на своем домашнем корте. После этих матчей за стаканом Кока-Колы и закусками друзья видели его наиболее расслабленным, оживленным и не сдержанным, особенно в отношении политики. Он считал, что люди превращаются в животных, слепо обслуживая фабрики и машины, которые были призваны служить людям. Самые сильные моменты в новых временах созвучны концепцией Маркса и посвящены обесчеловечиванию труда. Несомненно, Чаплин был убежденным и радикальным левым. Дэвид Раксин, музыкальный аранжировщик новых времен. Когда мы с ним делали первую картину, я был так увлечен, что упал со стула. И он позже признался, что задумался, может я притворяюсь, но потом сказал, я скоро понял, что это не так. Внимание, рабочие! Проблема на конвейере 5. Проверьте гайки. Гайки плохо закрепляются на конвейере 5. Чарли не знал нотную грамоту. Он не умел передавать музыкальные идеи. Ему нужен был кто-то, кто умеет это делать. Аранжировщики Альфред Ньюман и Эдди Пауэлл знали мою работу по Нью-Йорку. Они пригласили меня, и я начал работать для Чарли. Он обладал прекрасным чувством музыки. Это были простые мелодии. Я должен был их оформить, изменить, если считал нужным их изменить. Вот чем я и занимался. Он сумасшедший! Мы работали 5 дней в неделю, иногда 6. И это было чудесно. Он стал для меня кем-то вроде отца. Когда ты видишь машину для кормления, понимаешь, что в этом заключен новый жанр и новая идея. И мы не можем оторваться от нее, от этой машины для кормления. Самое удивительное в фильме «Кормящая машина». Она просто чудесна. Здесь человек менее значим, чем совокупность деталей. Он просто животное, которое кормит машина. Немногие знают, что этим крутящимся столом Чарли управлял сам. Не кто-то другой, а он сам. Он и был тем парнем под столом, который поворачивал стол и руководил процессом. Это был невероятный человек. Он также управлял механизмом для вытирания рта, который бьет его по лицу. Потом бьет еще и еще. Это удивительная выдумка. Иногда чувствуешь какую-то претенциозность в тематике нового времени, какую-то дистанцию. В то же время, когда я смотрю этот фильм, я сижу и чувствую небольшое превосходство, которого жаждет честь меня. Что-то вроде «Я мог бы помочь этому парню и быть хотя бы наравне с ним, и даже чуть выше». Но потом в фильме вдруг наступает момент, когда ты думаешь, это так умно и так уместно. Особенно уместен этот эпизод. Всегда готовый помочь, бродяга подбирает красный флаг. И неожиданно для самого себя становится главой коммунистической демонстрации. В этом было нечто пророческое. Через 10 лет самого Чаплина заклеймят как красного. Дэвид Робинсон, биограф Чаплина. Я думаю, что в определенном смысле новые времена – это шаг назад. Потому что это на самом деле соединенные вместе четыре двухчастевки. Безусловно, фильм рассказывает не только о политике. Гадар выступила в роли девушки-бродяги. И большую часть фильма составляет самая невинная комедия, которую когда-либо делал Чаплин. В новых временах все сделано блестяще. И вы следуете за сюжетом. История как будто иссякает, она никуда не движется. Это просто прекрасное путешествие. И каждый штрих очень смешной, прекрасно выполнен, идеален для этого момента. И он смешной. Он очень смешной. Мы говорили о политике. Говорили обо всем. Он знал все это. У него был очень ясный ум. Мы каждый день обедали в Муссо и Фрэнк. Пять дни в неделю нас привозили туда на машине Чарли. Там у нас был зарезервирован столик. Мы садились и пели. Была такая песенка. Моне нужна девушка. Эту мелодию знали и Чарли, и я. И мы пели на этот мотив. Мне нужно карри. Карри с горсткой риса. И тарелку чатни на гарнир. Люди в ресторане оборачивались и спрашивали, что такое? А потом вдруг понимали, что это Чарли Чаплин, и у них будет о чем рассказывать вечером. Так что они слушали. Мне кажется, люди иногда не понимают, как такой человек, как Чарли, миллионер, может играть этого беднейшего бродяга. Но он это делал. Соберись. Никогда не сдавайся. Мы справимся. И, по-моему, этот образ самый убедительный в кинематографе. Это делает ему честь. Я до сих пор очень люблю Чарли. Не только потому, что во многих отношениях он был мне как отец. Я восхищаюсь постоянством его взглядов. Он действительно понимал людей, которые ведут обычную жизнь, и часто становятся жертвами обстоятельств. После выхода новых времен Чарли и Полет отправились на отдых в круиз. Чаплин не мог не играть перед камерой кинохроники. Краткий отдых на Гавайях превратился в трехмесячные турны по Азии. В Америке люди задавались вопросом, поженились ли Чарли и Полет. Позже они утверждали, что поженились где-то в Азии. Потом, по иронии судьбы, когда их отношения стали рушиться, они оба отрицали слухи о разводе. Но на тот момент они явно наслаждались компанией друг друга. Великий диктатор, 1940 год. А Чаплин вынашивал замысел своего самого важного и самого непростого на тот момент фильма. Великий диктатор начинается со сцены на Западном фронте, в Первую мировую войну. Это первый полностью звуковой фильм Чаплина. В нем Чаплин играет двух героев. Один из них похож на бродягу. Невинный еврейский парикмахер. Он служит храбро, но неэффективно в армии Томини. Приготовиться! Внимание! Целься! Огонь! Эти кадры, запечатленные во время съемок его братом Сидни, были обнаружены недавно. На съемках, я помню, он палил из этой огромной пушки. Я был рядом и засмеялся. Он закричал, стоп, стоп. Я думал, он разозлится, как Чап, но он был счастлив, что над ним посмеялись. Чаплин бросил свою пародию прямо в лицо Фюреру. Теперь его картины были запрещены в Германии. Но не это побудило его создать портрет диктатора Химкеля. Пародировать немецкий акцент он научился, когда работал в мюзик-холле. Большинство комиков того времени могли говорить по-немецки. Я начал смотреть фильмы в 13 лет, после Второй мировой войны. Я жил в Чехословакии, которая была оккупирована нацистами. И вдруг показывают великого диктатора. В этом была свобода. Потому что один лишь Чаплин смог не извести этого монстра, даже жалкого, злобного клоуна. Не можно сказать, что союзники освободили Европу физически. Но великий диктатор Чаплин освободил нас духовно. И заставил задуматься, задаться вопросом, как это жалкое создание обрело такую власть над хорошим немецким народом. Миллионы людей следовали за ним, умирали за него, за этого сумасшедшего. Можно подумать, что он сделал этот фильм, потому что почувствовал в Гитлере соперника по завоеванию людских сердец. Гитлер в фильме имеет явное сходство с ранним бродягой. Постоянно попадает в неприятности, он примитивен. А другой персонаж, парикмахер, перенял человечность бродяги. Интересное взаимоотношение между этими двумя фигурами. Снять такой фильм, это было смело. Не думаю, что многие люди тогда открыто критиковали происходящее. И он был одним из них. Не единственным, но одним из немногих. Пойди сюда, ты! Хотел ударить солдата? Хватай его! Дай ему по морде! Эй, ты! Он укусил меня за палец! Больно! Парикмахер и Хинкель фактически поменялись ролями. Еврейский парикмахер платит комическую цену за факт своего рождения. Когда его создатели спросили, является ли он евреем, ответ был великолепен. Я не удостоился этой чести. Я обожаю весь этот фильм. А сцена, в которой он играет с Глобусом, идеальная метафора больного воображения любого диктатора. К черту Цезаря! Императора мира! Мой мир! Джеральдин Чаплин, дочь Чаплина. Эта сцена была прописана, думаю, на 40 страницах. Каждое движение было прописано. Только сцена, где он говорит на псевдонемецком, это была импровизация. Я думала, что он пропишет их, чтобы найти идеальные слова, которые похожи на немецкие. Но он просто сказал оператору «Мотор» и затараторил на этом почти идеальном немецком. Я думаю, он вынашивал эту идею долгое время. Один умный человек сказал, «О, это же моя идея». Но сохранились домашние съемки, где он это проделывал. В домашнем фильме он был одет в греческий костюм. Он был просто идеален для Гитлера. Джонни Депп, актер. Танец с глобусом. Я могу смотреть его часами, перематывать и смотреть снова. Это просто непостижение. Я мог бы смотреть его неделями, и мне бы не стало скучно. Какая метафора. Это невыразимо. Бесконечно прекрасно. Многие просто впадают в экстаз от этой метафоры. Но я не нахожу ее ни смешной, ни великой. Кто-то согласен с Вуди Аленом, кто-то нет. Но во времена, когда 90% Америки было против войны, а полстраны склонны к антисемитизму, создание такого фильма-проповеди было мужественным поступком. Казалось, что Гитлер подражает Чаплину, а не Чаплин Гитлеру. Чаплин был первым. Чаплин прославился задолго до Гитлера. В каждом из нас есть немного от Гитлера. В этом идея фильма. Гитлер – это не чудовище, пришедшее из другого мира. Он один из нас. Я думаю, гениальность фильма в том, что Чаплин понимает. Гитлер есть в нем. Гитлер есть в каждом, кто повелевает людьми и возбуждает толпу. Несомненно, в «Великом диктаторе» он почувствовал, что должен высказаться по поводу этого феномена, фашизма, и к чему идет мир. И когда он так резко высказывается, это голос поколения, голос нескольких поколений. Что он скажет? Положение обязывает Чаплина высказаться, и это очень опасно. Мне нравится тон его голоса. Мне нравится быть с ним заодно. Ты должен выступить. Простите, но я не хочу быть императором. Это не моя профессия. Я не хочу никем править и никого завоевывать. Я хочу помочь кому возможно, евреям, неевреям, черным, белым. Мы все хотим помогать друг другу. Таковы люди. Мы хотим жить в счастье, а не в горе. Мы не хотим ненавидеть и презирать друг друга. В этом мире всем хватит места. Наша добрая земля богата. Ее хватит на всех. Ни одно слово не потеряло своего значения. Это такая же правда сейчас, как и тогда. Мнение расистов и колебания критиков не сыграли роли. Выйдя в прокат, великий диктатор стал самым прибыльным фильмом Чаплина. Во время Второй мировой войны он открыто, не боясь скандала, поддерживал русских союзников, в частности, на собрании в Карнеге-Холле, где выступил после болтавшего вздор Орсона Уэллса. Норман Ллойд, актер, друг Чаплина. Следующим оратором был Чарли. Он вышел такой элегантный, прошел в центр сцены, поднял руку и сказал, Он остался тем, кем был всегда, беззаботным, неугомонным человеком. Но в 53 годы он нашел свою счастливую пристань, встретив Уну О'Нил. Ей было 16, и она была дочерью драматурга Юджина О'Нила, девятанка из Нью-Йорка. Она застенчиво мечтала о карьере актрисы. Для Чаплина это была любовь с первого взгляда, последняя и величайшая любовь в его жизни. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Эти пробы для неснятого фильма «Девушка из Ленинграда» позволяют нам увидеть ее в 1942 году. Но Чаплин только что порвал Джон Берри, очень нервной актрисой, которая однажды ворвалась ночью к нему домой. Когда я пришел домой, он выглядел странным и сказал, «Иди спать». Я пошел спать. Она ворвалась в дом с пистолетом, он, наконец, убедил ее оставить его в покое, и она ушла. Он говорил, что это была его величайшая актерская работа в жизни. Она наставила на него пистолет, собираясь его застрелить, и он выстроил ситуацию так, что смог забрать у нее этот пистолет. Но он не мог вырваться из лап закона. Здесь у него снимают отпечатки пальцев. ФБР завело дело на Чаплина в 1922 году. По какой-то причине Эдгард Гувер питал к нему ненависть. ФБР обвинил Чаплина в нарушении закона Манна. Закон запрещал перевозить женщин через границу штата для моральных целей. Чаплин, обменивавшийся рукопожатием с судьей, в итоге выиграл дело. В то же время Джоанн Берри предъявил ему иск об отцовстве. Последовали два суда и бесконечные скандальные статьи. Адвокат Берри упражнялся в красноречии «похотливый пес», «невежественный кокни», «змей», так он называл Чаплина. Анализ крови показал, что Чаплин не является отцом. Но по законам Калифорнии анализ не мог быть принят судом. Чаплин проиграл дело, а его бродяга потерял симпатии многих американцев. Знаете, он поддерживал этого ребенка, не делал из этого большого дела. Он говорил, заплатить из малыша. Но ребенок был не его. Месье Верду, 1947 год. Месье Верду углубит отчуждение американцев, несмотря на эту потрясающе смешную попытку убийства. В общем, он хотел... Ты что делаешь? Задушуй ее. Не будь дураком. Нельзя задушить рыбу. Нет, можно. Нужно только накинуть ей петлю на голову, вот так. И стянуть посильнее, вот так. Кто там? Свидетель. Все испортил. Это точно. Жаль, что мы не нашли уединенное место. Очень жаль. Этот сюжет, основанный на деле Анри Ландрю, известного французского жена-убийцы, Чаплину предложил Орсон Уэллс. Чаплин расширил его до обличения буржуазного общества. Снять месье Верду в тот период жизни, когда его нравственность вызывала столько вопросов, было великой провокацией. Это была последняя капля, которая переполнила чашу. У него начались проблемы со всеми. Ветераны войны и все другие обрушились на него за этот фильм. Месье Верду – служащий банка, которого уволили после десятилетий верной службы. Чтобы обеспечивать жену и ребенка, он женится на богатых вдовах, а потом убивает их ради денег. Это черная комедия, созданная человеком, в котором не было никакой черноты. Интересно, сколько еще будет гореть эта печь? Она горит уже три дня. Да уж, я даже не могу высушить белье. Это его взгляд на капитализм. Утверждение, что убийство – логическое следствие бизнеса. Если нужно заработать, все средства хороши. Верду, профессионально считающий деньги, зловещий, но запоминающийся комический эпизод этого фильма. Это поражает. То, что кажется обычным в этом человеке, вдруг становится красноречивым, элегантным, и его ужасающие поступки совершаются с неподражаемой красотой. Друг рассказал ему про яд, который не оставляет следов. Он решает опробовать его на ком-то незнакомом, чтобы полиция не заподозрила его. Это один из поворотных моментов в фильме. Чаплин писал его сценарий четыре года. А теперь «Зе эксперимент». Когда он сказал «Зе эксперимент», а в это время яд растворялся в крови молодой женщины на улице, я был потрясен. У него была способность шокировать, дать пощечину, а потом вернуть вас обратно. Вы следовали за ним, потому что не хотели видеть, как он ее убивает, и знали, что он неприрожденный убийца. Но я был поражен формулировкой «эксперимент». Первое, что видишь, это прекрасное лицо, и, боже мой, он собирается ее убить. Сильный дождь. Да, сильный. Я могу вас проводить? Спасибо. Это красивый и в то же время уродливый фильм. Провокационный фильм. Как будто он провоцирует зрителей, особенно после Второй мировой, самой страшной войны в истории. Если я сыграю такого героя, вы еще будете любить меня, принимать меня? И нужен ли я в современном мире? Преступник пойман. Он примет свою судьбу, но только после того, как расширит обвинение, включив в него большую часть человечества. Но человечество это не заинтересовало. Вы признаны виновным. Хотите высказаться, прежде чем приговор будет исполнен? Да, месье, хочу. Прокурор не был щедро на комплименты, но признал, что у меня есть мозги. Спасибо. Месье, они есть. 35 лет я использовал их честно. Потом они стали никому не нужны, и я был вынужден создать собственный бизнес. Стал серийным убийцей. А разве мир не поощряет этого? Разве мы создаем оружие уничтожения не для массового убийства? Разве оно не разрывает невинных женщин и детей на куски? И все это происходит законно? Я как серийный убийца, ребенок по сравнению с этим. Это очень интересный момент, когда он выходит. Его живот немного выпечен, походка немного неуклюжая. Это пародия на походку бродяги. Так и есть, когда его ведут на гильотину, это и есть конец маленького бродяги. Можно только представить, что было, когда фильм вышел на экраны. Он никому не понравился. Огни рампы, 1952 год. Когда мужчина становится старше, он хочет глубины. На него нисходят печаль и достоинства, и это губительно для комика. Печаль и достоинства. Эти чувства Чаплин хорошо знал в конце 40-х. Ему исполнится 60 в 1949. Его талант, придумывать шутки и устраивать их в последовательные эпизоды, оставил его. Его зритель тоже стал старше и опирался на свое достоинство. Он потерял своих зрителей, как он этого всегда и боялся. В Кальверо, своем персонаже из «Огни рампы», он впрямую выразил свой печальный взгляд на самого себя. Каждый день происходило чудо. Я просыпалась и не могла поверить, что буду сниматься. С другой стороны, у меня не было никакого опыта съемок. Я ничего не знала. Так что он очень помог мне, начав снимать со сцен, где я лежала на кровати. Я быстро привыкла к камере. Мне понравилась большая интимность кино по сравнению с театром. Он был режиссером, который всегда все показывает. Руку туда, посмотри сюда, произноси реплику так. Я не возражала, я боготворила его и сделала бы все, что он захотел. И, конечно, когда он показывал юную девушку, он был более юной и очаровательной девушкой, чем я могла быть. Иногда он злился. Однажды очень разозлился. Но, думаю, нарочно. У меня была очень трудная сцена. Сейчас я смотрю и удивляюсь, что смогла сыграть ее в том возрасте. Это... Я хожу. Я хожу, Калверо. Я хожу. Я боялась до ужаса. Он позвал меня в свою гримюрную и сказал, Клэр, пройдемся по тексту. Мне не нужна никакая игра. Только текст. И мы прошлись по тексту всей сцены, и он сказал, а это что значит? Я ответила, вы же так просили. Нет, я тебя об этом не просил. Я просил тебя сыграть сцену. Ну, и в таком духе. Конечно, я заплакала. А он этого и ждал. И мы пошли на паркет. Все были готовы, наверняка были в курсе, что ждет бедную девочку. И мы сняли сцену, получилось прекрасно. Пришло время показать им, на что ты способен. Пришло время бороться. Помнишь, что ты говорил мне, стоя у окна? Ты говорил о силе вселенной, которая движет Землю, зацепляет расти деревья. И что это сила внутри тебя. Теперь пора применить эту силу и бороться. Калверо, смотри, я хожу. Я хожу, Калверо. Я хожу. Я хожу. Калверо. Он ввел меня в это эмоциональное состояние. Он знал, что делает, когда злился. На тот момент он был мужчиной в возрасте и хотел многое сказать о любви и смерти, о своем лондонском прошлом, о мюзик-холле, о том, что он хорошо знал, как юная девушка влюбляется в мужчину, который намного старше ее. Чаплин и Уна вместе с детьми отправились в Лондон на премьеру «Огней рампы» в сентябре 1952-го. Я приехал раньше него, чтобы все организовать. Потом он получил от Госдепартамента разрешение на возвращение, потому что был британцем. Но когда они с Уной поднялись на борт корабля, им сказали, мы не пустим вас обратно. Конечно, он приехал в Лондон в бешенстве. Он отправил Луну назад в Америку и сказал, продай все, дом, студию, все. Мы не вернемся в Америку никогда. Мы планируем путешествие по прекрасной Англии. Хотим посетить все исторические места. Собираемся в Стадфорд-Он-Эйвен, а также в Шотландию, в Эдинбург, повсюду. Моя жена впервые за границей. И, конечно, мы постараемся сделать это путешествие как можно более насыщенным. Прекрасно. И еще один вопрос. Что вы скажете по поводу запрета на ваше возвращение в США? Я уже это комментировал и могу только повторить то, что сказал. Я полагаю, этот комментарий уже опубликован. Благодарю вас. Когда Калвин Кулич заявил, что оставляет свою резиденцию и отправляется домой, его подкараулил репортер и спросил господин президент, не желаете ли сказать несколько прощальных слов американскому народу? Он ответил, желаю, прощайте. В общей сложности у Чарли и Уны было 8 детей. Последний родился в изгнании. Он работал не так напряженно, как в Америке, но он не мог сидеть без дела. Теперь он стал путешествовать. Он возил нас в Африку, на Восток. Мы много путешествовали. Чаплин поселился в городе ВВ в Швейцарии в 1953 году. Здесь он проживет целую жизнь, еще 24 года. Он никогда не сидел без дела. Писал сценарии, музыку к старым фильмам, свою автобиографию. Будучи зол на Америку, он сочувствовал коммунистам. Он даже принял премию мира от Советского Союза, а потом пожертвовал деньги в пользу бедных. Роберт Дауни младший, актер. Он отрекся от Америки, и известно его довольно горькое высказывание. Единственное, почему я скучаю в Америке, это шоколадки «Алман Джой». Шоколадки «Алман Джой» и конфеты «Маунс». Дядя Сидни был великолепен. Всегда всех смешил. Он был очень, очень эксцентричным. Или он нам таким казался? Он был женат на цыганке, они жили в фургоне. Дядя Сидни не хотел жить в доме, ему казалось, что стоит ему поселиться в доме, он умрет. Это огорчало его. Его вообще многое огорчало. И у него была жуткая ностальгия по прошлому. Он смотрел на закат и плакал. А потом смотрел на малышей и говорил, «Мне бы ваши годы». Он был невыносим. У них с отцом были фантастические отношения. Лучшие отношения, какие только могут быть у братьев. Чаплин дважды оставлял свой дом, чтобы снять фильмы. Король в Нью-Йорке в 1957-м и графиня из Гонконга в 1966-м. Его сын Сидни снимался с Софией Лорен. Дочери Чаплина тоже снимались там. Но оба фильма не были приняты зрителями и критиками, что глубоко расстроило Чаплина. Он обожал публику, и дети были для него благодарной публикой. А когда мы шли в ресторан, у него было еще больше зрителей. Поэтому в Швейцарии мы часто ходили в ресторан, и он всегда заказывал форель о блю. Это форель, сваренная заживо. Она как бы смотрит на вас. Мы были в ужасе. А он всегда поднимал тарелку, брал эту форель и говорил, «Эмма, Эмма, дорогая!» и целовал форель в губы, а мы кричали, «Папа, какой ужас!» Конечно, весь ресторан на нас смотрел. С ним никогда не было скучно. Его зрители были в основном случайными, а снимала его в основном Уна. Но Чаплин брал все, что мог, из своей былой славы. Он вел себя так, будто удивлялся своим фильмом, и говорил, «Как здорово!» Он называл себя «Он». Он молодец, здорово играет. Это просто замечательно. Он такой смешной. КОНЕЦ Я не был знаком с Чаплином. Я видел его только один раз в Кане, незадолго до его смерти, когда ему вручили Орден Почетного Легиона. Я был там. Зал был забит до предела. Было много шума, ведь никто не видел Чаплина много лет. Награду ему вручил министр культуры Франции, месье Жак Дюамель, который в то время был сильно болен и ходил с палочкой. А вдруг свет гаснет, включается прожектор, занавес открывается, и вот они стоят на сцене. Зал взрывается криками «Браво!». Все встают, кричат, хлопают. Минуту, две минуты, пять минут! Было видно, что Чаплин очень тронут таким приемом и хочет отблагодарить публику. Он оглядывается и видит министра, который стоит с палочкой. Чаплин хватает палочку, делает несколько шагов, но в этот момент министр, лишенный опоры, начинает пляску святого Витта. Он не может устоять. Чаплин видит это, и они объимаются. Вот так, чтобы не упасть. Зрители, которые знали о болезни министра, отцепенили, но большинство не знали, и подумали, что это комический этюд, и начали аплодировать и смеяться. Полный сюрреализм. Все, как в фильмах Чаплина. Это было потрясающе. Это запомнилось всем. Со временем ему оказывается больше почестей. Мир снова благоволил к нему. Даже Соединенные Штаты захотели простить и забыть, вспомнив былые заслуги. Апофеозом стало вручение почетного Оскара в 1972 году. Он приехал получать премию Академии, но только по финансовым причинам, потому что снова выпустил в прокат свои фильмы. Он приехал, сказал, что очень благодарен всем. Мы провели там два дня и отправились домой. Я могу. только поблагодарить вас за честь, которую вы оказали мне, пригласив сюда. Вы чудные, милые люди. Спасибо вам. Чаплину оставалось жить пять лет. Его физическое и умственное здоровье ухудшалось. Но смерть не пугала его, потому что он уже давно осознал как свою победу над ней, свое бессмертие как художника, так и простой факт своего ухода из жизни. Все это уже было в сцене «Огней рампы», в которой он сыграл вместе со своим великим конкурентом Бастером Киттоном. Думаю, он знал, что он великий, но он сомневался в том, что другие тоже так считают. Помню, он был уже очень старым, и я приехала со своим другом, который очень интересовался кино, не столько Чаплином, правда, сколько Бастером Киттоном, а это было не кстати. Он немного поговорил с папой о нем в фильмах, потом перевел разговор на Бастера Киттона и вдруг тихо засмеялся. Я взглянул моему другу в глаза и сказал, «Зато я был художником». Никто не понял, о чем он, а потом он добавил. Я давал ему работу. Боже, Чаплин и Бастер Киттон вместе просто поразительны. Чаплин на авансцене, вы смотрите на него, но у Киттона идеальное место. Чаплин вовсе не пытается его затмить. И они в непрерывном контакте друг с другом, настоящие джазовые музыканты. Им правили его беззаботность, его надежды управлять публикой, теперь равнодушной, даже враждебной. Когда пропадает любопытство, ты не чувствуешь, что развиваешься, и не знаешь, как развиваться дальше, и не жаждешь двигаться вперед, как режиссер, писатель, художник. Это смерть. Думаю, он чувствовал это, что мы видим в огнях рампы. Есть что-то смелое, возвышенное и неповторимое в том, что человек снимает в кино собственную смерть. Он смиряется с этим, хотя ему не нравится, что он старый и умирает. Но у него больше нет энергии юности. Когда в финале его лицо накрывают простыней под прекрасную музыку, это и есть прощание с Чаплином. Я подумал, Норман, ты присутствуешь при историческом моменте. В такие моменты чувствуешь, что сливаешься со своей профессией. Чувствуешь величие актерской профессии. В последние годы жизни он ушел в себя. Это было очень тяжело для мамы. Ей было трудно видеть, как человек, который всегда был таким оживленным, присутствие которого было так ощутимо, вдруг исчезает. Но оказалось, что он в мире с самим собой. Он словно медленно, медленно уходил. И смерть была просто итогом этого движения. Он был лицом своего века. Он был жизнью своего века. Посредством своей энергии и, несомненно, гениальности он заключал, насколько это возможно для одного человека, радость и страдания своей эпохи. Ее любовь, ее страхи и, конечно, ее смех. Его порочили, преследовали, над ним издевались. Он был просто человеком. Человеком, наделенным удивительным даром отражать человечность и распространять ее на других. Так и нас. Автор сценария и режиссер Ричард Шикель. Продюсеры Ричард Шикель, Дук Фримен, Брайан Маккензи. Композитор Чарли Чаплин. Операторы Крис Дентон, Томас Альбреф, Саймон Фанторп, Роб Голди, Джон Холлидей, Рос Кит, Грэм Смит. Фильм озвучен фирмой С.В. Дубль по заказу ГТРК Культура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова